В музее бендерской трагедии идет реконструкция. Здесь обновляют не только крышу, стены, потолок. Полностью поменяется и выставочная экспозиция. Появятся новые эксклюзивные фотографии с фондов музея. Увидеть их можно будет благодаря современной оргтехнике, которую недавно приобрели музейщики. Вот этой уникальной фотопленке уже 30 лет. Хранили ее в запасниках бендерского историко-краеведческого музея, а увидеть и оцифровать фотографии удалось только сейчас. Помог новый сканер, который недавно приобрели краеведы. Теперь эти исторические фото, снятые еще советским зенитом, получили вторую жизнь. Это фотографии блокады железной дороги в Бендерах. Вот они здесь черно-белые, есть цветные. Вот часть мы уже отсканировали. Вот Галина Андреева, Федор Добров. Женщины, участницы забастовочного движения. Здесь много фотографий прямо с передовой. События трагического лета 92-го. Некоторые из них уже публиковались на страницах газет и журналов, а есть действительно эксклюзивные кадры. Музейщики рассказывают, что после войны горожане нередко сами приносили фотопленку в музей. Сейчас это раритеты. Среди старых фотоматериалов случайно обнаружили и фото Владимира Жириновского, идейного вдохновителя ЛДПР, запечатлели во время визитов в Бендеры. Было это в начале 90-х. Тогда Владимир Вольфович выступал в ДК Ткаченко. Музейщики уже отсканировали более 300 старых фотографий. Работа с архивом продолжается. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.